Раз, два, три! По-моему, сейчас по твоим... Раз, два, три, сразу можно тебя узнать. Мы начали запись. У меня в гостях Саша Жаркова, сооснователь коммуникационного агентства Сеттерс, человек, за которым я слежу несколько лет. Вот человек смех, позитив и радость. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Спасибо, мне очень приятно. Я соскучилась по записи подкаста. Мы сегодня хотим с тобой говорить про своё дело, про свой бизнес. И чуть с разных сторон на это посмотреть. Да. Саша, ты сколько уже своё дело делаешь? Это своё дело. Ну вот в июле 2020 года будет пять лет Сеттерс. И вот мы последние пару недель это обсуждаем, что нужно готовиться. И в башке не укладывается, что пять лет. Подожди, пять, а тебе сейчас двадцать... Двадцать шесть. Шесть. Да. То есть ты в 21 год начала? Да, да. Фантастика. Сама в шоке. Саша, скажи, пожалуйста, вот у меня такой вопрос глобальный. И чуть-чуть скажу предысторию этого вопроса. Я наблюдаю за тем, как сейчас... Что сейчас происходит в обществе среди молодых людей, и вижу, что все хотят свой бизнес. То есть как будто это становится задачей для каждого человека, который в чём-либо чувствует себя профессионалом или растёт и развивается. Как ты думаешь, вообще каждому человеку нужно прийти к моменту, когда он открывает свой проект, свой бизнес? Или всё-таки нет? Я думаю, сто процентов нет. Это не каждому нужно. Это не у каждого может получиться. Ну и это как минимум, как мне кажется, не нужно экономике страны и мира. Но если все будут заниматься чем-то своим, ну то есть мы же тогда придём просто к какому-то коллапсу, ну то есть кто тогда будет работать на тех, кто сделал что-то своё, ну то есть такой типа какой-то цикличный круг ада. Вот, стопудово это нужно не всем, но вот как мы с тобой обсуждали раньше, что сейчас это очень сильно популяризируется государством, именно малое предпринимательство, даже так как не являюсь там каким-то невероятным аналитиком, не до конца понимаю всех причин вот настолько активной пропаганды, малого-среднего предпринимательства. Ну возможно, знаешь, для какой-то динамики в экономике, я не знаю даже. И это как бы круто с одной стороны, потому что, ну сравнить там, я не знаю, нашу страну там 15-20 лет назад, да, и сейчас, ну то есть это же как бы между ними пропасти, там 15-20 лет назад не было такого количества проектов, которые есть сейчас, и многие из них очень крутые. Поэтому, безусловно, вот это развитие, это круто. Но главное, да, чтобы это не превращалось вот в какую-то просто неоправданную цель. Самоцель. Да, да, да. Лишь бы сделать. Да, как будто, если я не открою свой бизнес, жизнь прожита зря. Но это неправда. Ну, это не так. Да, потому что такое витает в воздухе, словно такое еще есть даже сейчас выражение, уже устоявшееся словосочетание, работать на дядю. Да, да, да. Что это значит? Я вообще считаю, что работать на дядю — это круто по многим параметрам. Честно, я иногда так по этому скучаю. Да, да. Я очень часто вообще думаю о том, что... Ну вот, допустим, да, мы открыли собственный проект, когда нам было 21-22 года, но это очень мало. У нас у каждого за спиной был опыт работы, да, но не такой большой, как мог бы быть. То есть там, условно, каждый из нас поработал где-то там 2-3 года на разных позициях, и мы решили попробовать открыть что-то свое. И иногда, вот переживая какие-то проблемы, там, роста, развития компании, и мы учимся исключительно на своих граблях, я понимаю, что, блин, а вот интересно, а как бы мы строили свою компанию, если бы до этого каждый из нас поработал в топ-менеджменте какой-нибудь суперкрупной, там, всероссийской или мировой корпорации, ну, то есть когда ты погружаешься внутрь просто суперкрутых, интересных, сложных процессов, когда ты в них врубаешься, когда ты действительно... Возможно, вот даже я сейчас так сижу и думаю, что 5 лет назад мы решили открыть Setters просто из-за отсутствия какого-либо страха и понимания, что вообще-то будет после этого всего. Мы шли как бы и делали это, не понимая, что нас там ждёт, когда мы всё это начнём активно развивать, и, возможно, если бы мы знали, мы бы это сделали позже, или мы бы это сделали по-другому. Ну, короче говоря, это в любом случае невероятный опыт, и даже сейчас я иногда думаю, что, блин, а вот было бы прикольно, как бы, допустим, мои навыки сейчас, которые я имею на основе построения своего какого-то проекта, как бы они... были бы они полезны в рамках крупной компании, котировалась бы я как специалист, ну, то есть... Я тоже об этом думаю. Это круто. Относительно себя я тоже об этом думаю часто. Ты рассказываешь, и прозвучало слово «опыт», которое тоже такое расхожее достаточно. Я хочу поделиться своей историей, как это было в моём случае. Я довольно рано начала работать. Первая моя работа была связана с закупкой сопутствующих товаров для салонов красоты. Крупная сеть салонов красоты есть, московская, на такой премиум-сегмент. Я, конечно, была дико счастлива туда попасть. В 21 год меня пригласили на эту работу, взяли. Ну, в общем, целая история, как я туда устраивалась. Знаете, мы перезвоним вам позже, да? Я подожду здесь. Вот из серии того. Ну, всё получилось. Я два с половиной года работала. Классно работала. Всё было хорошо, было мне интересно очень. Развитие я видела и получала огромное удовлетворение. Но потом в какой-то момент мне... Ну, меня схантили. Мне предложили работу в... Ну, я думаю, что, кстати, я могу это говорить, ничего такого. В Стелла Маккартни. Только бренд появился в Москве, и нужно было, в общем, в... Нести. Да, да, да. Открывать, самое главное, магазин. Потом следующий, потом следующий. Проходить стажировку в бутиках в Европе, для того, чтобы понимать, как устроен процесс. Я, в общем, от одного слова Стелла Маккартни, легла ниц. Всё, да, да. Всё. Да, и пошла работать. На этой новой работе я столкнулась с огромным количеством работы, на которую я не рассчитывала. Ну, я честно говорю. Я себе это как представляла, что я целыми днями в бутике, среди красивых вещей. Людей. Людей красивых общаюсь. Потом я иду в офис, который красивый тоже на Кузнецком мосту. Ну, кстати, так и было. Вот. Я, значит, там переписываюсь на красивом компьютере с главным офисом. Мне присылают референсы. Я там спускаю эти решения. Ну, в общем, для меня это было как-то так. На деле работала я с утра до вечера. Ну, в такой вот организационной деятельности была. Действительно, частично что-то совпадало с моими ожиданиями. Но вечером мне приходилось ехать в торговый центр, где открывался магазин, а работы ремонтные разрешены. Да-да-да-да, вечером. После закрытия торгового центра. И контролировать процесс, ну, сколько выдержишь, да, до двух, до трёх ночи, надо до четырёх. Потом у меня несколько часов поспать, и потом мне, ну, просто необходимо, не то, чтобы кто-то со мной там, надо мной стоить с палкой, но мне просто необходимо приехать в офис и продолжить работу. И ты знаешь, я была в ужасе. Я помню, как я разговаривала с подружками, и говорила, я не понимаю, почему я должна заниматься стройкой, почему я должна заниматься этим ремонтом, почему я должна это всё делать. И ты понимаешь, вот ирония судьбы в чём? В том, что я этот разговор вспомнила, конкретно этот разговор, когда я жаловалась, я вспомнила через год, в тот момент, когда я делала ремонт в своих броапах. И я уже прекрасно знала, где какие подрядчики, к кому обращаться, что сколько стоит, и прочее-прочее. То есть тот опыт стал для меня фантастически питательным. Хотя на тот момент я вообще не понимала, ну какой прикол быть бренд-директором Стеллой Маккартни, вот такую должность иметь, и по ночам на стройке штаны, да, все пачкать, которые потом от этого известия не отстирываются. И в чём поинт, да? В том, что опыт, который мы получаем, работая в какой-то компании, он может быть бесценным в нашей жизни, даже если непонятно что. То есть опыт, он же не только профессиональный, он ещё и коммуникационный, и способность принимать и обрабатывать обратную связь, и способность организовывать команду. И, в принципе, для расширения кругозора какого-то своего. Ты бы, ну, возможно, ты бы никогда в жизни не заинтересовалась стройкой, если бы тебя как бы жизнь не заставила с ней столкнуться. Сто процентов. Или, может быть, я бы не стала открывать свои студии красоты, потому что я бы сказала, боже мой, стройка ничего про это не знает. Да-да-да, ничего не знаю. И только тогда понимаешь, зачем тебе вообще это было дано. Да. Сто процентов. Я хочу тебя спросить. Вот у тебя, ребят, сколько у вас человек работает? Сейчас 138. О, боже мой! А у тебя разве меньше? Ну, в Броуапе около 70 сейчас человек. Да, и в ответе, ну, порядка 30. Ну, вот, как бы, знаешь, у нас с тобой небольшая разница. Поэтому не удивляйтесь. Да. Ой, ладно, тоже. Веру, принимаю, принимаю себе. Приходит к тебе дизайнер. Да. Талантливый, классный, всё у него получается. Ну, прям вот подающий надежды специалист. Какое-то время работает и начинает думать о том, что хочет открыть дизайнерское своё агентство. Ну, к примеру. Наверняка ты встречалась с такими ситуациями. Ну, конечно, конечно. Если мы говорим про дизайнеров, тут в основном дизайнеры хотят на фриланс уходить. То есть работать там не в рамках агентства, но, да, и кто-то хочет, да, открывать какие-то свои бюро. Да, кто-то. Вот мы сейчас про бюро. Ну, может быть, это не дизайнер, какой-то другой специалист, который может работать в твоём агентстве. Чё ждать этому человеку? Ну, вот что бы ты сказала, как напутствие, наверное, какое-то, и, может быть, ну, или совет, или предостережение, да? То есть что может быть неочевидным для человека, который хочет всё-таки начать делать своё? Ну, у нас такие случаи были неоднократно, и я не считаю, что это, там, плохо или что-то ещё. Это закономерное развитие специалиста, ну, когда он может выбирать, он хочет продолжать расти в этой компании, и эта компания может позволить ему вот дать вот этот объём и масштаб для разворота его амбиций, возможностей, навыков. И, к примеру, там, два варианта есть. Компания не может этого дать, и тут, ну, тут расставание логично. Или компания может ему дать этот рост, этот, как бы... Пространство для манёвра. Пространство для манёвра, да. Но он не хочет. Ну, то есть не хочет это делать в рамках компании. Он хочет своё пространство для своих манёвров в неограниченном количестве. И в таком случае, ну, мы всегда разговариваем, ну, то есть мы всегда выясняем причины. То есть, ну, нам тоже это важно знать, как работодателю, там, для выстраивания своего HR-бренда, для какого-то дальнейшего понимания, там, развития, вектора и так далее. Это всегда какие-то нормальные, человеческие, достаточно открытые диалоги на тему, почему так, какие причины, а что именно хочешь делать, чем хочешь заниматься. И не в плане, там, типа, какого-то, знаешь, любопытства. Ну, и что ты там теперь будешь делать? А в формате, ну, у нас тоже даже есть такие кейсы, когда ребята, там, уходили на фриланс или что-то ещё. У нас никто никогда не хлопает громко дверью. Поэтому мы все понимаем, что мы можем продолжать оставаться, быть друг другу полезными. Вот, и когда мы слышим от человека, что, ну, там, я хочу или заниматься просто фрилансом, или, там, что-то своё открывать, мы всё равно уточняем какие-то моменты. А, вот ты это как хочешь делать, там, не знаю, с офисом, там, с сотрудниками, там, с какими клиентами, там, клиентов, там, условно, ты будешь находить сам, или они уже есть, или вот что. И вот, наверное, задавая вот эти вопросы, такие операционно-организационно-менеджерские, ты как бы, и, в принципе, человеку, наверное, помогаешь немножко понять, вот, ну, оттуда ли я иду, а готов ли я к этому. Ну, и просто, когда... Или, например, ты, наоборот, убеждаешься на основе его ответов, что, да, блин, ну, пусть пробуют, конечно, это круто. Вот, и чего... Какой вопрос был изначально? Да, да, я вот в тот момент, когда понятно, понятно, что человек уходит, и всё. Вы остаетесь в приятельских, добрых отношениях, допустим. Что ему ты бы сказала, что может быть для него в этом моменте, в этом его месте, где он находится, неочевидным? Потому что, понимаешь, что он окрылён идеей. Ну, я бы, наверное, сказала, что если ты действительно этого так сильно хочешь, тебе это интересно, там, ты супер вдохновлён, мотивейшн, всё классно, когда ты столкнёшься с какой-то сложностью, да, когда она тебя по башке огреет сковородой, остановись на секунду, и вот если ты действительно, тебе продолжает быть интересна эта сфера и эта деятельность, не бойся и иди дальше, потому что сковородой ударит ещё неоднократное количество раз. То есть вот как-то так. Что трудности будут, вот как бы ты, какую бы идеальную картину мира мы бы себе не простроили, всё равно мы стараемся там не учитывать какие... Ну, по крайней мере, я такой человек, я почему-то, или к счастью, к сожалению, живу порой в розовом мире, и вот эти трудности, эти сложности иногда вот меня ошарашивают. И вот мне хочется тоже людям говорить, которые вот тоже со мной разделяют этот розовый мир, что, слушай, сложности будут правда, их будет много, и они за разы неожиданные, но пусть они тебя не сбивают с какой-то колеи, с твоего намеченного пути. Мне очень хочется уточнить на уровне примера про какую-то сложность, ну, например, может быть, сейчас тебе что-то придёт в голову, что ты делала, ну, знаешь, на полёте души творчества и энтузиазма, и, может быть, тебе запомнилось что-то такое, ну, что оказалось очень большой неожиданностью. Ну, как минимум, ну, наверное, такой самый яркий пример, который быстро вспомнить, такая одна из первых и основных сковород по башке в моей жизни, это, естественно, когда мы, в принципе, запускали Сетерст, это, там, первый полгода-год работы, когда просто ты на крыльях любви, лёгкости, авантюризма, я не знаю, бесстрашия, фигачишь, и ты обрастаешь каким-то, ну, там, обрастаешь командой, обрастаешь сотрудниками, и я почему-то... Вот сейчас я даже думаю, боже, почему я так могла думать? Я была уверена, что все те ребята, которые сейчас работают с нами, там, на тот момент их было, там, 10-15 человек, и я была уверена, что им этот проект нужен точно так же, как и мне. Ну, то есть, в смысле, ребят, мы же друзья, мы же фигачим, мы коллеги, мы, ну, вы чё, мы Сетерсты, вот это вот всё. И когда вот начались какие-то первые, там, уходы или увольнения, и вот что-то такое, и когда я поняла, что наш проект никому никогда не будет так же важен, так же нужен и так же любим, как нам самим, я прям такая, ого, вот такие правила игры, оказывается. Ну, ладно. Вот, сейчас, конечно же, я к этому отношусь проще. Ну, или, например, тоже окрылён какой-то идеей запуска, запуска какого-то проекта, там, внедрения быстро какой-то новой услуги, нового продукта, и ты, блин, сталкиваешься с реальностью, с точки зрения процессов, да, то есть недостаточно только твоей идеи и твоей какой-то невероятной мотивации, чтобы этот продукт запустить. Ещё в этом должны участвовать, там, условно, семь человек, да, там, из разных отделов, там, чтобы они внедрили свои процессы, там, в твой процесс. И тут уже врубается вот этот человеческий фактор, время, там, ответственность других, разные уровни ответственности. И это тоже немножко разбивает, там, твои мечты о построении невероятного проекта, но это, опять-таки, просто важно и нужно учитывать. Вот. Как-то так, наверное. Да, ну, очень полезные вещи, говоришь. Да, правда? Слава богу! Ну, сто процентов. У меня такая, такой совет. Я хочу всем, кто начинает своё, ну, первое, сказать слова поддержки, а второе, предостеречь. Ну, так как... Я уже смирилась с тем, что как будто в этом подкасте я всех отговариваю. На самом деле, нет. Но... Но хочется, чтобы проекты были осознанные. Очень хочется, чтобы люди учились не только на вдохновляющих примерах, а понимали, что стоит за. Да, и вот по моим наблюдениям, в Броапе в том числе, девчонки, которые, ну, реально жемчужины, в какой-то момент они неизбежно хотят сепарироваться и работать отдельно. Я это имею в виду. Но когда мы разговариваем, я понимаю, что чаще всего они движимы идеей того, что это будет творчество, что они дают пространство себе... Своему творчеству. Да, своему творчеству. Вот нифига. Да. Потому что, если ты классный мастер или ты классный специалист в любой сфере, абсолютно не значит это, что ты будешь классным менеджером. Руководителем, да, да, да. А чаще даже наоборот. Да. И вот эта необходимость менеджерить все эти процессы, она твое творчество будет разграблять. И ты должен это понимать и осознанно идти на это. Ну, это в первом кейсе, а во втором тогда ты должен сразу заходить в свою деятельность уже с командой. Ну, я не знаю... Таких кейсов. Да, я, честно, такого не знаю. Да, да, да. Ну, тогда это, конечно, про то, что ты говоришь. Что команда — это живой организм, который, ну, в общем, иногда болеет, иногда празднует, иногда разное происходит с этим организмом. И это тоже стоит учитывать. Да, и я бы здесь ещё... Ну, по поводу творчества, да, что когда ты открываешь что-то своё, в приоритет всё-таки выходят действительно какие-то менеджерские задачи. И творчество уходит на второй план. Но здесь бы я ещё всё равно хотела сказать, чтобы слушатели не думали, что мы там кого-то от чего-то отговариваем. А ведь кому-то очень нравятся эти менеджерские задачи. И они себя офигенно комфортно в этом чувствуют. И они готовы отодвинуть творчество на второй план. И если вы тот человек, это здорово. Это здорово. Кстати, я сразу вспоминаю, вот, например, стоматологические клиники. Или какие-то клиники, когда человек руками уже на самом деле устал работать. Он готов передать свой опыт. Да. И хочет заняться организацией. Вот, мы нашли идеальный кейс, когда стоит открывать своё. Да, да. Потому что когда действительно окрылён только тем, что я сейчас буду всё сам фигачить, ну, просто тогда нужно иметь в виду, что твоё творчество потеснит кучу организационных вопросов, не знаю, каких-то согласований, каких-то бытовых, скучных, порой отвлекающих, обессиливающих моментов. Ну, вот, ты просто должен это знать и иметь в виду. Ну, вот я могу сказать, что мы это всё поняли только на своей шкуре, только своим опытом, только своими граблями. Нам вот никто не говорил, что будет там сложно, будет так масштабно, будет так ответственно. И вот я даже не знаю, хорошо ли это, что нам никто это не говорил, да, и мы, не зная этого, просто попёрли. А если бы нам сказали, интересно, а пошли бы мы, осознавая, да, что это всё значит? Потому что когда мы там начали сталкиваться с какими-то, ну, изначально у нас было трое, да, и когда вы втроём, это одна история. Потом, когда у нас стало 10, а потом 15, а потом 20, начались истории, я не знаю, зарплат, отпусков каких-то. Беременностей и отъездов. У нас, кстати, ещё, блин, вот опять сейчас все меня потом захейтят, но я хотела сказать, слава богу, нет, это ужасно. Просто у нас очень молодая команда, у нас средний возраст, 25 лет в компании, и у нас ещё, ну, у нас буквально, не знаю, один-два кейса, когда у нас кто-то уходит в декрет. Поэтому мы ещё, вот, декретные истории пока не до конца прониклись, но уже попробовали. Послушай, ну, ты говоришь, это не от себя, как от девушки, жены, мамы и так далее. Это не про эту историю. Ты говоришь, это с точки зрения сейчас руководителя. Ну, да, иной раз можно и матернуться, пригласив на работу. Вот, потому что, конечно, вообще вот работа с людьми, это так сложно. Ну, то есть просто невероятно. И то в России, это всё ещё не на таком уровне, как, к примеру, там, в Европе или в Америке. Мы общались с одним нашим коллегой из Украины. У него тоже агентство, ну, гораздо более старше, чем наше. И мы тоже просто обсуждали, как вот они работают с командами, там, с наймом людей, там, с их развитием и так далее. И у них есть филиал, их агентство в Германии, если не ошибаюсь. И вот когда он нам рассказал, просто сравнил два кейса, да, нанять сотрудника, там, в Украине или в России, там, что за этим идёт, там, какой соцпакет, какие обязательства, там, тра-та-та-та-та. И что за этим стоит в Германии? У меня просто, я не знаю, выпала половина волос, и я подумала, господи, как прекрасно, что мы живём в России. Ну, то есть, условно, в Европе абсолютно другое отношение, а другие отношения между работодатель и работник. То есть, условно, работодатель просто невероятно должен всё своему работнику, потому что он пришёл работать к нему и тратит своё время и свою жизнь на него. И для меня это, ну, немножко так невероятно. У нас немножко всё равно в России другое позиционирование. Другая ментальность. Да, и там, условно, ну, ты не можешь уволить человека, ты, ну, там, просто так, да, там без... Там гораздо более строгие все эти истории, там с... Как это называется-то, господи? Профсоюзов, да? Да-да-да-да-да-да-да-да. Трудовой кодекс. Да-да-да. И я такая, ого! Так, короче, всё познаётся в сравнении. О, это точно. Саш, ты копишь деньги? Нет, конечно же. Не-а. К сожалению, или, опять-таки, к счастью. Не, они... И что самое ужасное, я их даже не особо считаю. Ну, то есть, мне кажется, если бы я их считала и подсчитывала все свои расходы или там накопления, и то, как я трачу свои накопления, я бы очень сильно расстраивалась. Вот. Слава богу, я этим занимаюсь не одна, и всегда есть мужская часть нашей команды, которая... Которой за этим нравится следить, вести эти учёты, вот, не коплю, но, так скажем, ориентировочно, ну, прогнозирую. То есть, у меня нет такого, что я проснусь завтра и... А, что, деньги закончились? Ну, вот такого нет, конечно, но вот чтобы я там целенаправленно складывала вот какую-то сумму. Мне кажется, я ещё не в том этапе жизненном, когда мне это нужно. Вот, наверное, так. Ну, то есть, как-то ориентируешься по ситуации. Да, да, да. Можно и так сказать. Но кто-то всё же отвечает за эту часть. Конечно, безусловно. В вашей команде. И финотдел, и... Ну, вот нас три сооснователя. Вот я, Алина, Евгений. Вот Евгений, безусловно, финансовыми вопросами... Рулит, рулят. Да, да, да. Как ты потратила первый миллион? Ой, ты знаешь, наверное, я даже не засекла для себя тот момент, когда он у меня появился. Ну, то есть, как все себе это представляют, да, что ты такой работаешь, 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 потом бац, и у тебя на столе появляется чемоданчик с миллионом рублей, и ты идёшь его тратить, или там с миллионом долларов, или евро. Безусловно, это не так. Конечно, там деньги поступают как-то частично, порционно, хаотично, и тратятся они примерно так же. Ну, наверное, когда вот я почувствовала какой-то апгрейд в плане прибыли, мы начали это тратить на путешествия и, наверное, на какой-то апгрейд нежизненных условий. Комфорт какой-то. Комфорт, да, да, да. Ну, то есть, там, не знаю, перешли там с какого-то, с определённого класса, там какой-то другой класс, там, знаешь, условно, там с эконома на бизнес, ну, вот какие-то такие моменты. Вот, поэтому не могу сказать, что прям первый миллион. Я пошла и купила себе там три сумки. Нет, такого не было. Но когда деньги появились и появилось их там чуть больше, чем было до этого, мы просто начали, наверное, позволять себе больше, что до этого не позволяли. Просто мы же ещё и поколение такое, да, вот этот миллион. Вот только хотела к этому подойти. Да, да, да. И я рада, что мы именно такое поколение. Наверное, я бы не хотела быть поколением своих родителей или бабушек и дедушек вот именно с точки зрения финансовой составляющей, да, когда вот всё копеечка, копеечки, вот это вот вся такая история. Я стараюсь к деньгам относиться легко и непринуждённо. И в момент, когда ты думаешь, а потратить мне там деньги вот на это или не потратить, я понимаю, что а работаем-то мы для чего? Ну, то есть, мы работаем для того, чтобы обеспечивать себя определённым уровнем жизни. А если мы будем продолжать так же хреначить, но там жить в формате там неравному там объёму работы, ну, это странно, как минимум. Тут я вспомнила одно, мы же тут психологический подкаст, я вспомнила, я ничего не понимаю о психологии, мне дико стыдно, хотя сейчас-то супер стало и модно, и... Мы к твоим услугам. Да, и модно, и знаешь что, и как бы, ну, открыто как-то, что ли, адекватно, потому что, я думаю, ты как никто знаешь ещё тоже лет пять назад, что ты хочешь к психологу, ты вот чуть-чуть, ты того, ты больной. Совсем всё плохо. Да, да, да. Сейчас-то, конечно же, не так. Я скажу честно, я ни разу не была у психолога, и мне последние полгода мне очень хочется, но вот, наверное, из любопытства. Так вот, вспомнила просто одну такую историю, я училась на первом курсе, и у нас там была одна из первых лекций, лекция по товароведению, и там была очень приятная преподавательница, такая там лет сорока, ай, что-то там, не помню, зашла речь, и она, значит, спросила, вот, Саш, вот у тебя остаётся там сто рублей последних, как ты их потратишь? Ты проживёшь на них три дня, ну, там, условно, на гречке, на воде, но три дня, либо ты один раз пойдёшь, но выпьешь чашечку кофе, там, в любимой кофейне. Я говорю, ну, конечно, я на гречке проживу три дня. Я, конечно, не знаю, откуда на это взяла этот пример, но он так засел мне в голову, и она говорит, что, Саш, вот у тебя психология бедного человека, а я бы пошла и выпила кофе, и у меня психология богатого человека. Она говорит, это не в смысле, там, что это плохо или что-то ещё, это вот так, и мне тогда это так засело в голову, думаю, да, интересно. Вообще-то разумной хотела показаться. Да, да, да. Вся так мать. Оказалась бедной. Жить хотелось, да, да, да. Вот. И, наверное, я так до конца и не поняла этого её примера, но вот если бы она сейчас мне задала этот вопрос, я бы сказала, что я бы выпила чашку кофе. Вот как-то так изменилось там за лет, не знаю, сколько, десять моё какое-то мировосприятие. Вот. Интересный пример, на самом деле. Как ты считаешь, что за пример это такой, откуда ты его взяла и насколько он адекватен для 17-летнего ребёнка? Вот. Ну, я тогда, конечно, попутала немножко, это правда. Ну, я могу тебе сказать, я критично отношусь к вот этим вот определениям психологии бедности, богатства и так далее. У меня слишком много аргументов, которые способны поставить эту теорию под вопрос. Потому что, если даже предположить, что это преподаватель не ошиблась у тебя, психология бедного человека, то, ну, своей жизнью, своим примером ты доказываешь обратное. Поэтому, ну, как бы не уверена, что на это можно опираться. Но что однозначно есть, это, ну, желание и разрешение себе получать вкус, чувствовать вкус жизни. Да, да, да. Я вот, на самом деле, ты вот в последнее время стала постить вот такие истории, что ты позволяешь себе вот просто посреди дня. И ты знаешь, не то, чтобы я себе этого не позволяла раньше, я иногда просто забываю себе это позволять. Я думаю, как и тысячи других людей, не потому что даже иногда нет там на это возможности. Есть там и время, и возможность, но ты просто забываешь, что нужно время уметь уделять себе и моменту в жизни. И очень круто, что ты это транслируешь. Прям, ты знаешь, я там вижу какую-то сториз у тебя там, так, ты сидишь, пьёшь кофе, и ты такая, так, я пошла, ребят, минутка для себя. Спасибо. Да, мне очень хочется чуть вот этот миф развеивать. Это правда. Про то, что, ну, если человек успешен в профессиональной реализации, то вот он должен быть вот такой в напряжении, как струна, сидеть за компьютером весь день. Да ничего себе не позволяет. Я могу пойти в три часа делать педикюр. Да, да, да. Мне можно. Да, да, это правда. Это круто. Мне нравится, по крайней мере. Саша, в какой семье ты росла? Я спорашиваю, почему? Потому что у меня есть, ну, как такие внутренние исследования. Внутри меня чуть поделюсь. Мне всегда интересно, учат ли человека работать? Учили ли тебя работать? Ну, то есть не в том смысле, что так, работай, вот мы тебя учим, да? А это учить же можно и примером, и отзывами внутри семьи. Откуда у тебя это умение? Ох, я росла, естественно, в самой прекрасной семье на свете. Вот опять-таки, мне кажется, в очень адекватной семье, в какой-то вот тоже... В Санкт-Петербурге? Нет! Я же вообще из Краснодара. Ты из Краснодара? Да. Точнее, вообще родилась я в Казахстане, и у нас вся семья из Казахстана, и по маминой линии, и по папиной, ну, то есть я имею в виду все русские, просто вот из Казахстана так исторически сложилось. Вот, и в 90-х годах, ну, когда мне было там года два, мы переехали в Россию, а именно на Кубань, и выросла я в Краснодарском крае, в такой достаточно маленькой деревне, Станица это называется в Краснодарском крае, потому что там вот казачество, и вот это вот всё. Вот. Я росла с мамой, бабушкой и дедушкой, потому что родители развелись, мне было шесть лет. В смысле, мы всегда продолжали общаться, и до сих пор общаемся, и всё здорово, но вот именно там большую часть своего времени я росла с мамой и мамиными родителями, даже, наверное, в большей степени с бабушкой и дедушкой, потому что мама всегда работала где-то. Вот. И да, действительно, наверное, своим примером они меня учили не только работать, да, но и учили учиться, и учили... И научили... И научили той мысли, что, Саш, ничего не приходит просто так. Ну, вот так не бывает. Нужно приложить какие-то усилия, чтобы что-то получилось. Вот. И меня как бы, ну, никто не заставлял никогда работать там, знаешь, как иногда летом, там, иди вот, не знаю... Поли грядку. Да, на поле работай. Грядки я полола в своём огороде, безусловно, это каждый вечер. Поливали помидоры, всё, как бы, иначе салата не будет на обед. Вот. А дедушка ещё просто был гендиректором опытно-селекционной станции. У меня все в семье агрономы. Вот, собственно, поэтому я ещё очень много проводила времени на огороде, потому что дедушка выращивал киви, то, значит, чем я занималась, чтобы ты понимала, в 10 лет я помогала дедушке, как это... В общем, он занимался прививанием яблоневых деревьев разных сортов. В общем, есть привой, а есть что-то там ещё. И, короче, ты один сорт прикрепляешь к другому, там, как-то их завязываешь, вот они срастают, у тебя получается новый гибрид растения. Ну, ты представляешь, вот я просто не могу сейчас не вклиниться и не сказать. У тебя перед глазами был пример до страсти увлечённого человека. Конечно, конечно. Который был твоей ролевой фигурой взрослого. Это правда. И это бесценно. И я ему в этом всём помогала. Как-то мы вместе опыляли киви, потому что оказалось, что мы не понимали, почему у нас 3 года не плодоносит киви, а, оказывается, у нас все киви были мужики, и они не могли... Киви, фрукт киви. Фрукт киви, да. Он растёт у моего дедушки до сих пор. Плодоносит каждый октябрь. Я стабильно в Москву привожу пару ящичков, раздаю друзьям, и они не верят, что это у нас растёт. И вот. И когда мы его посадили, он 3 года, вообще ничего с ним не происходило, и мы понять не могли, что не так. Потом дедушка выяснила, что, оказывается, нет женской составляющей. Женщинки. Я просто помню, как он привёз цветки женские, или наоборот мужские, в общем, что-то такое. И мы с ним ходили и опыляли, ну, короче, типа женским цветком мужской, чтобы у нас там что-то завязалось, ну, короче. Вот. И да, и меня никто никогда не заставлял работать. Мне всегда предлагали, что, Саш, вот сейчас лето, ты можешь там поехать к дедушке на работу и там что-то ему попомогать. Я ездила, помогала. Не сказать, что с каким-то невероятным фанатизмом, но я очень благодарна им за то, что меня никто не заставлял вот через силу. Там я могла неделю там что-то помочь, поделать. И я говорю, мне это не очень интересно. Давайте я лучше вот там буду делать вот это. Вот. Поэтому... У тебя был выбор. Да, у меня был выбор. И вот, наверное, да, всё, чему они меня научили, что если ты не приложишь никаких усилий, результата ты не получишь. Ну, точнее, получишь, но он будет равен нулю. И киви тому пример. И киви тому, безусловно, пример. Вот. Потому что после опыления цветочков оно завязалось. Так что да. Саша, какое у тебя самое ресурсное детское воспоминание? Вот мы так в процессе... А что такое ресурсное? Ох, либо сейчас... Я тебе расскажу бытовым языком, чтобы не умничать. Давай, давай. От чего... Что кайф вспомнить? Вот что-то такое, какой-то такой момент из детства, который ты вспоминаешь и по всему телу тепло разливается. Ты знаешь, хочется сказать, что всё детство. Но вот, наверное, это время, проведённое с бабушкой, потому что она пыталась всячески мне это время разнообразить. Ну, то есть, наверное, я вот не так давно поняла, что на самом-то деле как много времени и себя она посвятила мне. И что на самом деле сейчас я очень мало таких примеров вижу, да, потому что мы все занятые, ну, по крайней мере, в Москве, да, там, в регионах своя скорость жизни, там, и так далее. Но вот чтобы сейчас так один человек мог посвятить себя другому человеку без остатка, без... без... с жалостью о потраченном времени, вот это, наверное, потому что каждый раз были какие-то, я не знаю, какие-то конкурсы, что-то она мне придумала, то я собирала колорадских жуков за 10 копеек. Ну, то есть, вот ты сказала, я пыталась помнить такое воспоминание, я помню, как я жила в городе Крымске, ну, даже не в городе, в станице Крымского района. И вот Крымск, может быть, ты когда-то слышала, но его не так давно топило, ну, вот лет там 5-6 назад, и его топило неоднократно, и вот когда в очередной раз было такое наводнение, нас оно не коснулось, но, естественно, там всё, свет отключали, газ отключали, и я помню, что у меня мама в командировке, дедушка в командировке, и мы с бабушкой одни, просто в деревне, всё затоплено, нет ни воды, ни газа, ни света, ничего, и я просто помню, как мы с бабушкой развели костёр. Это, слава богу, это было лето, потому что зимой, мне кажется, мы просто умерли, вот, и мы развели костёр, и на костре сварили какой-то плов в каком-то казане, и как-то до нас доплыл дедушка с 98-й попытки, ну, то есть, это было как-то так прикольно, и они приходят, и они думали, что мы там вот так вот сидим, ну, а представь, ни магазин, ну, всё, ничего не работает, нет ни хлеба свежего, ничего, вот, а мы там что-то каких-то лепёх на этом костре напекли, что-то мы наделали, и приезжает дедушка, а потом буквально там на следующий день приезжает мама, а мы тут как бы вообще-то живём, у нас костёр, у нас там плов, что-то ещё, вот, наверное, какие-то такие штуки, прям, какую крутую-то историю рассказала, когда из лимона можно лимонад сделать. Да, 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 и вот, наверное, она именно вот этим занималась в моей жизни огромное количество времени. Так здорово. А я вспоминаю, как меня укладывала спать бабуля, я тоже проводила лето в Татарстане, в небольшом городочке Чистополе, и вот меня намоют, намоют, мне жарко, я вот в такой длинной ночнушке, которая вот есть, где-нибудь, вот бабушка свою, умнее, что ли, надевала. Но я помню, что она мне путалась под ногами, и я никак не могла ходить в ней нормально. Я ждала дедушку. Я его безмерно любила, у нас такая взаимная с ним любовь была. И я его жду, я даже писала как-то это в пост, и вот он идёт с работы, и вот приближается, идёт издалека от ворот, такой длинный-длинный двор огромный был. И я смотрю, у него что-то только, я ему кричу, там, деда, я тут, деда. Он на меня смотрит, а я смотрю, у него в руках вот эти вот стаканчики с пламбиром, которые... Вафельные. Вафельные, мороженые. И ему идти от работы очень далеко, и лето, жарко, и все руки вот так вот в этих струйках. А руки красивые, красивые. И вот у нас там такой экстаз, и мы ещё час не спим, он мне рассказывает. Он работал водителем скорой помощи. Да, а бабушка была начальником кондитерской фабрики. Вау, это же просто мечта! Да, поэтому я про конфеты и печенье, кстати, много всего знаю. И бабушка их никогда не ела. Серьёзно? Ни за что, тем более, если печенье какого-то шоколадной или пряники. Она мне рассказывала, как на производстве метлой подметают пол и все вот, ну, в общем, поверхности и скидывают вот в эти центрифуги, где замешивается это печенье. И никогда у нас его не было. Поэтому, может, только самое белое есть. Бабушка никогда не ела ни шоколад, ни конфеты, ничего, потому что ей нужно было ходить и пробовать это в каждом цехе. Она ходила и пробовала сама. То есть, вот, правильная рецептура. Да-да-да. Да, когда знаешь всю подноготную, по-другому относишься к продукту. Это правда. Не, вообще, я считаю, что я не знаю, какое детство у современных детей, но я просто дико счастлива, что детство нашего поколения, оно на самом деле у всех очень похоже. Вот, я думаю, ты обращала внимание, вот у всех оно, вот мне кажется, у 70% детей вот нашего возраста, людей уже взрослых, очень похоже какие-то детские воспоминания. Все вот эти вот стаканчики мороженого, там хлеб по 3,50, какие-то жвачки с наклейкой, фишки, я не знаю, там лето у бабушки. Не знаю, так ли сейчас, но мне кажется, конечно, не так, как-то по-другому. Ну да, наши дети будут вспоминать что-то другое, Инстаграм, телефон, еще что-то, но я не думаю, что это плохо. Да, это просто, конечно. Особенность этого времени. Да, воспоминания, может быть, похожи, я правда на это тоже обращаю внимание, только вот чувства от этого разные. Да. Не всегда это про тепло и контакт. Очень здорово, что сегодня ты поделилась своей историей. Я думаю, что это самая лучшая нота, на которой можно завершиться. Спасибо тебе, Саша. Такой был приятный для меня интересный разговор. Взаимно. На самом деле, я очень люблю с кем-то общаться, особенно на интервью, потому что из меня люди вытаскивают какие-то такие вещи, до которых бы я сама не докопалась, ну, ввиду, опять-таки, какой-то ежедневной рутины, да, в которой ты живешь. И вот, ну, вряд ли бы я сегодня, знаешь, села и подумала бы о своем детском воспоминании. Я бы подумала, так, надо собрать чемодан, вот, подготовиться к понедельнику, что-то еще. Поэтому, когда у меня есть возможность, я, на самом деле, соглашаюсь практически на все интервью, вот именно потому, что интервьюеры вытаскивают из меня какие-то воспоминания, вот, после которых мне прям как-то так хорошо. Я думаю, фух, я могу думать не только про работу и не про то, там, не знаю, чем я завтра буду заниматься. Приходи к психологу, тебе понравится. Мы это умеем. Я приду. На самом деле, вот, я прям, я очень хочу, вот, мне прям любопытно, то есть, я потому что, я даже не понимаю, как выглядит этот процесс, то есть, там, что мне будут говорить, а что я должна говорить, а вот какие-то, и мне вот просто, вот, любопытно, как самому простому человеку. Знаешь, мне тоже, может быть, глупость такая, мне даже иногда кажется, что, боже, неужели психологу будет реально интересно слушать, что я несу? Ну, то есть, вообще, я же могу нести какой-то бред, не знаю, какие-то неинтересные истории или что-то ещё. Вот, поэтому я обещаю тебе, и вот при слушателях, что обязательно попробую, мне очень интересно. Вот, а тот, кто это попробовал, мне кажется, это крутой опыт. Это точно. Спасибо тебе. Спасибо тебе большое. Пока. Пока.